Выражаем благодарность нашим спонсорам. Всем привет! С вами Марти и вы смотрите страйкбол для чайников на канале Airsoft.ma. В этом выпуске вы узнаете основные правила и принципы страйкбола. Информации будет много, но ее должен знать каждый. Когда вы приезжаете на игру или тренировку, я рекомендую вам сразу надевать защитные очки, потому что на стоянке могут быть новички или просто идиоты, которые могут проверять привода в неположенном месте. Если вы видите такого нарушителя, вежливо объясните ему, что так делать не стоит. Если он не понимает, позовите организатора. Перед проверкой или пристрелкой своего привода уточните у организаторов, где находится пристрелочная зона. Если таковой нет, пристреливайте привод в направлении, где точно нет людей. Перед началом проверки или пристрелки привода обязательно крикните слово «Проверка». После окончания пристрелки отстегните магазин, сделайте пару одиночных выстрелов в землю или воздух и поставьте оружие на предохранитель. На построении очень внимательно слушайте организатора. Он пояснит вам сценарий и правила игры. Выполняйте указания игрока, которого назначили командиром вашей группы или стороны. Также выполняйте все указания организатора или игрового посредника. Игрок считается пораженным при попадании хотя бы одного шара в любую часть корпуса или снаряжения. Даже если шар был на излете и попал в складку одежды или подсумок, вы все равно считаетесь убитым. Рикошеты и попадание в оружие не считаются. Если вы сомневаетесь, попал ли ваш шар, был это рикошет или нет, рекомендую признавать себя убитым. Уж лучше ошибиться, чем быть обвиненным в несознанке. При взрыве страйкбольной гранаты игрок считается убитым, если в него попал хотя бы один поражающий элемент. Также в некоторых правилах указывается радиус полного поражения. Лично я признаю себя убитым, если граната взорвалась в радиусе трех метров от меня, даже если в меня не попал ни один поражающий элемент. Это дань реализму и здравому смыслу. При взрыве гранаты в небольшом помещении все в нем считаются убитыми, даже те, кто был за укрытием. Инициированные гранаты запрещено брать в руки и ошвыривать ногами. Если вас попали, вы должны сразу и четко обозначить себя убитым. Лучший вариант — это громко крикнуть «убит», поднять руку вверх и отойти в сторону, чтобы не мешать другим игрокам. Затем необходимо достать красную повязку, отстегнуть магазин, сделать пару одиночных выстрелов, поставить оружие на подохранитель и пройти в мертвяк, никому не мешая и ни с кем не разговаривая. Во время ночной фазы игры убитые обозначаются световыми маячками. Вот несколько примеров неправильных действий в случае игровой смерти. А вот несколько примеров правильных действий. Мертвый идёт! Мёртвый! Мёртвый идёт! Несознанка — это извечная проблема страйкбола. Несознанщиков также называют «маклаудами», по аналогии с главным героем фильма «Горец», который, напоминаю, был бессмертен. Несознанка бывает умышленная и неумышленная, или, как её ещё называют, техническая. Техническая несознанка заключается в том, что игрок не замечает попадания в себя. Это может быть вызвано толстой одеждой, снаряжением, бегом, шумом. В общем, факторов очень много, при которых игрок может не заметить попадания. Чтобы предъявить кому-то претензию в несознанке, вы должны точно видеть, что в него попал шар. Аргументы наподобие «я не мог не попасть» или «ты был за кустом», «а я точно его прострелил» не принимаются. Не нужно кричать на весь полигон и показывать пальцем, что вон тот человек в четвёртом окопе слева – несознанщик. Если хотите предъявить претензию в несознанке, достаньте красную повязку, подойдите к игроку, вежливо объясните, что точно в него попали, желательно при свидетелях, и вместе идите в мертвяк общаться с организаторами. При обращении к незнакомому игроку в любой ситуации я рекомендую использовать слово «дружище». Оно наиболее нейтрально. Лично для себя я установил правило – если игрок не признал себя убитым, значит я не попал. Стрелять по-сомалийски значит вести огонь из-за укрытия, не показывая головы и не видя, куда стреляешь. В некоторых правилах это не приветствуется, в некоторых – строго запрещено, потому что приводит к печальным последствиям. Во многих правилах есть запрет на стрельбу через отверстия, которые меньше формата А4 львы в человеческой голове. Исключение составляют бойницы фортификационных сооружений или природные преграды, например, стволы деревьев. Надеюсь, данный выпуск был для вас интересен. В описании к видео есть ссылки на хорошие магазины и сайты. Не постесняйтесь поставить лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео. И играйте честно! Субтитры подогнал «Симон»!